СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Мы об этом поговорим, но я хотел бы спросить вас, а вы знаете, почему евреи празднуют осенью Новый год? Если мы об этом и говорили, то я забыл благополучно. Напоминайте. Да, потому что осенью ёлки дешевле. Практическая польза есть у евреев во всём. Это же самые практичные люди на свете. В сентябре в этом месяце Рошана – это не единственный праздник. И мы сегодня больше сосредоточимся ещё на одной дате под названием Йом-Кипур. Правильно я произношу? Да, Йом-Кипур. Но всё-таки давайте про Рошану немножко. Как будете праздновать основные какие-то традиции, связанные с Новым годом? Нужно сказать, что изначально у еврейского народа Новый год праздновался не в это время. А в Писании упоминается, что он должен был начинаться весной. Это Песах на это время приходится. Как у древних славян, в общем-то, тоже ведь весной делал-то было раньше. Да. У очень многих народов именно весной праздновался Новый год. А вот и есть народов. Здравствуйте. 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 Мы, Азиз Алиевич, введу вас в курс дела. Понятно, что Йом-Кипур у нас сегодня... Я уже слышал Новый год. Йом-Кипур – основная у нас тема сегодня. Почему именно Йом-Кипур? Это, в общем-то, даже, я бы сказала, это не совсем праздник. Это очень серьезная просто дата. Ну, это считается праздником, да. Это как религиозное праздник. И суккот, простите. Суккот еще приходится у нас на сентябре. Вот это праздник. Ну, а мы начали с Нового года, чтобы не забывать. Азиз Алиевич, можете поздравить наших гостей с Новым годом. С Новым годом. Шанатова. Шанатова. Так, Андрей, да. И вот праздновался он в начале весны. Но дело в том, что потом еврейский народ был уведен в Вавилонское пленение. Там традиция изменилась. И вот через некоторое время стали праздновать осенью. Но просто очень важный месяц седьмой. Мы знаем, что в еврейской традиции вообще семь цифр, она важная. Например, там, седьмой день, седьмой месяц, седьмой год. Почему? Число совершенства, число завершенности. Некоторые считают семнадцать числом совершенства. Ну, вот дело в том, что... После семи идет восемь, а восемь – это бесконечность. Да, в Писании все-таки именно число семь обозначено как число совершенства. И вот семь на семь, да, максимально, как бы, это юбилейный год, пятидесятые, да. Сколько смертельных грехов-то? Ну, это католическая традиция. Ну, это... Дело в том, что во многих традициях этих семисмертных грехов нет. Вот в еврейской традиции я, например, о семисмертных грехах ничего не слышал. В принципе, за... А сколько грехов смертных есть в еврейской традиции? За любой грех – плата – смерть. Вот это положение такое. Вот так, за любой грех? За любой грех. Обманули – добро пожаловать в ад. Ой, все сурово. Так, ладно, не отвлекаемся, время экономим. И... Дорожим вернее. Да, начинается празднование вот именно в седьмой месяц, то есть, когда начинается седьмой месяц. Это первый день месяца Тишрей. Вот. А раньше празднование приходилось на Авив, или потом позже он назывался Нисан. И это обозначено в Писании как очень-очень важный день. Это в книге Левит, 23 стих, 23 главы. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, седьмой месяц, первый день месяца, да будет у вас покой. Праздник труб – священное собрание. Никакой работы не работайте, приносите жертвы Господу». И вот еще по-другому этот праздник называется Йом Труа. Труа – это... Это как французское какое-то. Ну, созвучно. Созвучно. Я тоже, когда слышал, мне всегда почему-то казалось, что да, такое какое-то как будто бы французское влияние. На самом деле, труа – очень древнее понятие еврейское. Это трубить в рог, в шафар, в трубу, но... Это глагол, в общем, такое слово, да? Что делать? От глагола, да, но дело в том, что более древний вариант, это мог произноситься Труа, это такие беспорядочные крики, восклицания. Это, по сути дела, день обращения к Господу. И вот сейчас это праздник труб, когда целый день практически должен звучать шафар. Считается, что нужно где-то протрубить порядка ста раз за день. И вот название Рошашана – начало года, или вот в более таких древних значениях – это чаще всего голова. Это начаток, тоже очень важное понятие. Начаток. Да, начаток, начало, голова. Вот в пиктограммах древних, которые предшествовали письмо, это изображалась практически упрощённая голова. И понятие «начало» тоже очень важное в еврейской культуре. И мы знаем, что еврейская культура очень сильно привязана к культуре Писания. Вот даже само Писание вообще, Библия, да, у нас начинается практически с этого слова – «берешит», то есть «рош», вот это, глава, начало. В начале, и вот это слово, оно стоит практически первым. И здесь происходит начало года, то есть это очень важное время. Почему важное? Потому что ты определяешь себе жизнь на весь следующий год. А слово «рош» переводится? Да-да, «рош» – это вот даже в иврите в современном, это голова, «роша». А «шана»? Год. А, это предлог, как в английском «the», или в немецком «der», например, да? То есть, как он называется там этот… Артикль. Артикль, вернее, определенный артикль. Да-да-да, это определенный артикль. И «шана» – это год. Ну, да. Голова года. Голова года, да. Голова года. И вот в это вмещается что? Что вот глава, она содержит в потенции весь, например, год, или начало содержит потенцию всего целого. Поэтому очень важно разобраться со всеми своими делами в этот период. И в этот момент, в это время активно обращаются к Богу. Почему там трубы, почему вначале это восклицание. Восклицание не просто так восклицание, да? Восклицание, как обращение к Богу. Потому что считается в еврейской традиции, что в это время, именно в эти дни, Бог составляет вам расписание на год. Он составляет список, как будет ваша жизнь выглядеть. Может быть, вы умрете. Может быть… Не хотелось бы, конечно. Да. Может быть, у вас будут какие-то финансовые несчастья. Ну, это то, что может быть. Но если вы будете вызывать к Богу, то Бог может весь этот список составить в вашу пользу. Ну, вот ты воззвал к Богу вначале и так далее. А дальше зачем люди молятся еженедельно? Дальше идет… Вот воззвал, твою судьбу определили вначале. Да, это вот точно связано все. И дальше зачем надо еще молиться-то, если и так уже как бы Всевышний тебе уже типа предопределил на год. Начало положено, и ты пошел. Какой смысл еще там по субботам или когда там евреи… А, вы имеете в виду в течение года? Да. В течение года еще смысл-то какой? Раз все предопределено и поехали, за год все определился, помолился. В начале года как следует… Это про шаббат. Ну, я понимаю. То есть глобальные планы составляются, но тут вы уже по шаббатам вносите возможные корректировки. Ага, все-таки Бог позволяет вводить некие корректировки. Господь, прости меня, я поторопился в прошлый раз. Сейчас я тебе хочу внести небольшие корректиды. Ну, дает возможность… Вы просите наши как бы вот это немножко, может быть, ироничное, так сказать, комментарии по этому поводу. Ну, мы же люди, у нас земное начало все-таки. Да, но дело в том, что мы сотворены по образу и подобию Божьему. И у Бога есть такая черта, это свободная воля. Больше ни у какого творения свободной воли нет. Это ведь очень хорошая вещь. А у людей есть свободная воля? Вот у людей, в том и отличие от всего творения, что у людей есть свободная воля. У людей есть свободная воля, и Бог это позволяет, да? Да, и поэтому очень важно, как вы выстраиваете отношения с Богом. Поэтому Бог может в отношении вас разные вещи корректировать. И вот в Новый год вы взываете, и не просто взываете, да, а дальше следует обращение с покаянием. То есть вы просите прощения за все грехи, которые вы совершили. Потому что, ну, какой смысл в отношении вас принимать хорошее решение, если вы, ну, честно говоря, там, допустим, не очень хороший человек. Поэтому, ну, а если я хорошо помолился, несмотря на то, что я не очень хороший человек, пошел хорошо помолился как следует, так сказать, сделал все как положено по ритуалам, там, и все такое. Кто оценивает это искренне или нет? Не по внешности, не вот по нашей одежде. Но он видит то, что в сердце, если вы искренне стараетесь измениться, вы просите прощения за свои ошибки, за свои грехи, то он тогда, он прощает и изменяет приговор. Слышите, грешники, Бог-то смотрит прямо в сердце к вам. Так что не притворяйтесь, ведите себя правильно. Спасибо, Азиз Алиевич, напомнили. А вот, давайте про атрибуты основные, да, Рош, Шаны, еще не упомянем, и пойдем дальше. Все-таки, да, еще раз напоминаю, что отдельно программу «Союз нерушимый» мы еврейскому Новому году посвящали. Пожалуйста, заходите на сайт эхакирова.ру, ищите архив программ. И от сентября, по-моему, 16-го и 17-го годов, вот так как раз можно найти. А вот скоро пойдем дальше. Итак, основные атрибуты напоминаем. Как отмечается, что делается? Ну, вот как уже Андрей говорил, положено трубить в шафар. Я могу рассказать, как мы будем отмечать. Давайте. Десятого. Кировские евреи. Десятого. Мы будем отмечать девятого. Девятого. В воскресенье. Да, воскресенье, чуть раньше, потому что праздник начинается вечером, ну, где-то днем. Как положено, мы будем читать благословения. У нас есть человек, который знает все молитвы. То есть один человек читает благословения по-еврейски, на еврите? Конечно, на еврите. Или на древнееврейском? Нет, он читает на еврите. Он читает благословения на вино, на еду. Читает поздравления от главного раввина России. Он именно обращен ко всем евреям, это поздравление? Ну, ко всем, ко всем, да. Мы как-то так особо не выделяемся. Потом человек, умеющий трубить в шафар, будет трубить в шафар, как это положено. Но не сто раз, правда, потому что это... Долго или громко? Во-первых, это очень трудно. Это трудно. Я пробовала неоднократно, у меня ни разу не получилось, честно скажу. Само звукоизвлечение мы имеем в виду? Да, да, это вообще... Процессы. Это как-то... Много ли человек умеет в Кирове шафар трубить? Я знаю одного. Вот, да, ты знаешь, может быть, кроме... Мы его знаем. У меня есть с собой, можете попробовать. А, у вас шафар с собой? С собой, да. А, кстати, Андрей, а ты умеешь? Вы демонстрировали ведь уже, демонстрировали, по-моему. Разве мы видели? Да, 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 Андрей, 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 Андрей просил. Это рок животного настоящее. Какая-то техника есть, да? Барана. Барана, простите. Да, там как-то очень интересно. Так просто туда не дунуть. Очень любопытная сейчас картина. Да. Вообще, так интересно. Так правильно держит, да? Да, да, лучше. Ну, пробуйте, пробуйте. Вот видите, Азербайджанец. Только воздух. О чем и речь? Плотнее сложить губы. Там какая-то своя такая... Интересная картина с точки зрения того, что... Вот уже немножечко звук. Какие-то звуки происходят. Азербайджанец держит в руках еврейский шафар. Это круто. И пытается... Это вообще круто. Извлечь русскоязычную аудиторию, да. Вот, вот, вот уже. Непросто. Ну, да, непросто. Надо приготовиться, да. Ну, интересно, да. Да, этому нужно учиться, я так понимаю. Ну, как всему хорошему на свете. Да, да, да. Вот. Ну, и вот, соответственно, человек у нас будет трубить в шафар. Ну, а потом мы будем веселиться. С традиционными блюдами, естественно. С традиционными блюдами, да. Нарошишь на... Ну, традиционное блюдо. Кое-что мы тут попробовали. Это рыба. Я понимаю ваш намек, но... Не-не, без всяких намеков мы... Нет, я... Форшмак был... Я... Нет. Хорош. Вот в следующий раз, честно. Сложно делать намеки. Нет, я приготовлю. Я приготовлю. Просто я подумала, что форшмак вы уже пробовали. Нужно что-то такое другое, интересное. Да. А еврейская кухня, это процесс очень длительный, на самом деле. Андрей, а что вам в Рошашану нравится больше всего на столе? А, мы имеем в виду как раз угощение, да? Да. Праздничное. Рыба готовится традиционно. Вы любите вот это вот, да? Да. А вообще какой элемент вот в этот праздник вам нравится? Мёд. Вот, нужно окунуть кусочек яблока в мёд, съесть этот кусочек, чтобы год был таким же сладким и вкусным. Да, присутствие мёда это традиционный элемент праздника. Это обязательно. Это почти обязательно. Как рыба, да? Чтобы год был сладким, успешным, сытным. Да. Угу, угу. Вот. Ну, а насчёт рыбы, что касаемо рыбы, кто съест голову, тому повезёт. Тот будет головой. Что там у вас не происходит во время праздника драки? А вы знаете, один раз, я один раз нашла вообще шикарный выход из ситуации. Мы заказали мойву. Ну, пожалуйста. Каждый получил по голове. Сколько угодно. Это было вообще просто прекрасный праздник. Значит, угрожающий. Да, да, русский язык. Его можно понимать как хочешь. Каждый получил по голове, да? Да, да, да. Вот, то есть это вообще получилось здорово тогда. Приятности. Хорошо, давайте дальше. Ещё раз с Новым Годом, да. Давайте дальше. Суккот или Йом-Кипур? Андрей, что выбираем? А Йом-Кипур? Я могу про Суккот. Мне больше нравится Суккот. Хорошо. Йом-Кипур, я нашёл даты 18 и 19 сентября. Всё верно, да? Да, да. А с какого времени сорокодневный период отчитывается? Десять дней там идёт от Рошашана, и на десятый день начинается Йом-Кипур. Йом-Кипур. Так, поясните, что значит это слово «сочетание» или это одно слово? В чём суть? Переводят обычно «судный день». Судный день. Почему? Вот, да, я начал рассказывать о том, что в этот период активно каются, активно просят прощения и у Бога, и у людей. Есть даже такая формула, что я прошу прощения у тех, кого я вольно или невольно обидел, и прощаю всех, кто обидел меня. Так, подождите, недавно ведь Новый год был. Мы там просили Бога всё, все грехи-то за год накопившиеся, отпустить. И тут через десять дней опять просим? Нет, нет, нет. Я говорю, что это вот в течение этого периода с Рошашана... Сорок дней или десять дней? Десять дней. Десять дней. Десять дней. Но весь этот период просто идёт покаяние, и идёт подготовка к Йом-Кипур. Почему её подготовка такая серьёзная к Йом-Кипур? Считается, что это в этот день Господь начнёт судить мир. И это судный день. То есть десятый день, как это говорят, вот этого месяца, да? Следующего месяца, да? Как тишрей он? Тишрей. Тишрей. Будет, ну, предполагается, что именно в этот день будет судный день, и мы готовимся к судному дню. Совершенно верно. Понятно. Но самое интересное, что это общее для практически всех религий, традиционных наших, ну, или как мировых религий. Потому что вот это прощённое, так сказать, воскресенье раз в год, так сказать, у мусульман, значит, Курбан-Байрамы обязательно, так сказать, надо обязательно попросить вот это вот прощение у всех, кому как-то, вы говорите, вольно или невольно. И, соответственно, простить всех. Вот, и вот сейчас я вот от вас слышу то, что мне очень нравится, что и евреи тоже просят прощения у всех. Кстати, это зависит от того, еврей или нет, у кого ты просишь прощения. Нет, это у всех абсолютно. У всех, кому ты как бы считаешь, что мы. Вне зависимости от национальности, расповедания, да. Вот это очень здорово, мне это очень нравится, что у каждого человека есть шанс хотя бы один раз в год попросить и очистить свою душу, и попросить прощения у людей за содеянность. Вот эта процедура, она коллективно совершается, или вот это про прощение, вот это просить прощения, или может каждый у себя где-то дома, не приходя? Это, возможно, дома, где угодно, можно и на совместном этом собрании делать. Но, в общем-то, это индивидуальное такое дело, личное. Ну, каждый сам решает, да? Каждый сам решает, да. Но, в общем, суть такая, что ты готовишься к судному дню. И вот очень интересно, что у этого слова кипур есть однокоренное слово, древнее такое понятие кипер. Кипер — это замещение. Что имеется в виду? Как свести тут? Дело в том, что если это подводить к мессии, то мессия, который заместил нас, и он берет на себя всю нагрузку грехов. Вот, то есть происходит это замещение. Те люди, которые это замещение принимают, соответственно, они освобождены от ответственности за свои грехи. И интересно, что именно в этот период считается, что Авраам, он приносил своего сына в жертву. И там тоже произошло такое интересное замещение. Вот, кстати, Шафар не случайно участвует в этом празднике. Он связан с этой символикой. Потому что его сын Ицхак был заменен на барана. Потому что Господь, он остановил руку Авраама, он сказал, нет, не делай этого. А жертву пойдет, вот там, видишь, баран запутался в ветвях. Вот его принеси в жертву. И тогда Авраам, он соорудил жертвенник и принес в жертву заместительную жертву вместо своего сына. Это, кто понимает, это такой глубокий символ. И, к сожалению, очень много людей, они не очень вникают, в чем там была суть. Они говорят, какой злобный, суровый бог он там потребовал, вот, типа, поразвлекаться, проверить на посвящение, проверить своего слугу Аврааму сказал, принеси своего сына в жертву. Что такое? Это безобразие, это экстремизм, некоторые говорят, вы, наверное, слышали, да? И на самом деле люди не понимают сути этих событий. Там связана вот эта замещение, линия замещения, она там как раз проходит, как такая история. Если возможно, я могу коротко рассказать. Хорошо, да, у нас до рекламы есть минутка еще. Хорошо. И там суть такая, что сам Бог называет Авраама другом. Это мы видим в Писании. И друзья, они обычно что делают? Они много общаются. И мы видим, что Бог, как ни странно, вот где Бог, где человек, но Бог начинает общаться с человеком. Вот с этим маленьким творением. И там, где это ведь статистика есть, сколько раз обращался Бог к Аврааму, да? Да, там, ну, там Авраам обращался. Что-то там достаточно, большее количество даже. Торговался по поводу, сколько праведников должно быть в городе, чтобы город не погубили. Чтобы Бог не наслал казни на этот город. Улыбаемся, да? Да, и то есть мы видим, что, смотрите, Бог, который все сотворил, Он общается с человеком, с каким-то створением. Он обсуждает с ним, кого он там собирается наказать, какой-то город он собирается покарать. И он с человеком обсуждает это. То есть у них было общение. И вот мы видим там долгая такая линия, когда Бог проводит Авраама через всю жизнь. Он ему обещает сына 25 лет, потом сына нет, хотя Авраам уже в очень-очень зрелом возрасте. И Авраам всю жизнь ждет сына. Он ждет с нетерпением. Потом этот сын рождается в 100 лет. Происходит чудо. И вот Бог говорит, а теперь ты его принеси в жертву. И практически зачем нужно было это долготерпение, зачем это все так развивалось? Потому что Бог, он пытался как бы донести до Авраама, что ты знаешь, а я принесу вместо вас людей в жертву своего сына. Но вы же понимаете, что такие вещи нельзя объяснить вот так вот. Парню, которому 18 лет, у него детей нет, и ты ему, а ты знаешь, вот я там сына своего. Это не понять. Но когда он его готовил к этому пониманию всю жизнь, вот это замещение, цена замещения, она понятна. И не случайно тогда вот эти события, они связаны с Йом-Кипур и с Роша-Шана, вот с этим периодом. Дизлевич, если я не ошибаюсь, несколько раз мы историю про жертв слышали. Ну, мы когда про Курбан говорили, почему я слушаю Андрея, мне, в принципе, все понятно, потому что эта история, она практически аналогичная. И для меня лично, вот в Курбан, потому что то, в чем Андрей говорит, что упрекают евреев, когда они рассказывают про Авраама, в том же упрекают мусульман, который рассказывает про Авраама и его сына, значит, которого тот пообещал Богу принести как бы в жертву, если у него родится как бы сын. И поэтому мне совершенно, да, мы об этом говорили, ну, в трактовке, в исламской трактовке, она, ну, не сильно отличается, но тем не менее отличается. Но мне, например, все понятно, то есть я абсолютно правильно понимаю, что происходит. И когда Андрей говорит про замещение, это нужно, ну, как бы иногда даже не понять, а прочувствовать, потому что есть вещи, которые сложно через логику слова, через понятие замещения объяснить. Потому что вот, чтобы понять, что такое замещение, надо прожить это замещение. Лично я так думаю, как верующий человек, потому что если ты не проживешь вот замещение, которое происходит, да, вот если ты не почувствуешь вот это очищение, когда ты, если ты не почувствовал в душе очищение, когда ты простил другого человека или попросил у него прощения, если ты это не ощутил внутри себя, То вот этого замещения Это как раз не проходит Это значит оно прошло не искренне Или ты был не очень готов к этому И соответственно Ты не подготовился к судному дню По факту Поэтому спасибо что Андрей Обо всем этом рассказывает Потому что я думаю что Люди понимают кто через это прошел О чем идет речь А кто не прошел дай бог им пройти Через это замещение Небольшая пауза у нас рекламная Сейчас после которой мы вернемся и продолжим Еврейские праздники сентября Сегодня мы о них говорим В программе союз нерушимый Азиз Агаев и Владимир Сметалин Наши гости еще раз напомним Наши гости Алла Новикова Председатель совета учредителей Еврейской национальной культурной автономии Нашего города и Андрей Брезгин Магистр религиоведения И преподаватель Торы И мы подходим уже к дате Под названием Суккот Вот я в интернете поискал И это тоже в сентябре Очень насыщенный сентябрь у нас Очень любопытная Тут прям короткая Дана аннотация к этому празднику Евреи на Суккот Или в Суккот Живут в покрытых ветками Временных строениях Называемых Сука Сука правильно? Да все правильно В которых пируют И славят Всевышнего Абсолютно верно Пируют во время Ну и конечно В таких шалашах я бы тоже Где пируют и славят там Всевышнего Главное слово пируют Ключевое Или славят Всевышнего Так кто во что Горазтан Кто к чему больше склонен С 23 по 30 сентября У меня в подсказке написано Да все правильно Суккот будет отмечаться Ну буквально наверное Понимать тоже как бы Понятно что когда ты живешь В Израиле Или там где нибудь На Ближнем Востоке Наверное в покрытых Ветками временных строениях Можно пожить в сентябре Да? Ну сейчас то конечно Да конечно Жарко хорошо Хотя вот если брать Иерусалим Ну вот в Израиле Ночью в это время довольно холодно Если днем жарко То ночью Я был в Иерусалиме в январе Ночью действительно холодно А днем Сколько? Плюс 15 Плюс 17 На солнышке Это нормально Даже в сентябре Не в январе В сентябре даже может до 15 До плюс 15 Опускаться ночью После того как ты попировал Между днем и днем Это что такое 15 градусов Это самое то Слезы Чтобы прийти утром в себя И снова пировать Тут между прочим С 23 по 30 пируют Да Чтобы была возможность Снова пировать И славить Господа Да Так Предназначение этого праздника Суть Суть праздника в том Что Израиль выходил из Египта Это напоминание о том Что они были странниками Обретение самостоятельности Да Там есть конечно Глубинная символика Которая связана С самим понятием еврей Это то что Еврей путник Он не является Обитателем этой земли навсегда Но у него есть цель Вне этой земли Поэтому он здесь всего лишь путник Вот эти временные жилища Временные палатки Они об этом напоминают Так разносим Так же Да Так же Это напоминание о том Что евреи были путниками Или вот этими странниками Когда они выходили из Египта И здесь есть также такое послание Чтобы еврей всегда относился К путнику Или к пришельцу С большим вниманием И никогда не относился небрежно Бог обращается к евреям Он говорит Что ты был путником Поэтому всех кто находится В нужде В странствовании Ты обязан Принимать Уважать Заботиться о них Слушайте А почему был? Что в простейшем времени говорим? Да По сути я сказал Что евреи Он и остается путником Потому что Ты есть путник Да Поэтому будешь встречать Да Да А в этом смысле Андрей Наверное многие Себя считают Как бы путником Ну Многие верующие Верующие В судный день И так далее И так далее Считают себя путником На этой земле Они могут себя евреями назвать? В сути Получается Что Любой по-настоящему Верующий В сути Он Можно сказать еврей В этом смысле Природа Сущность Она одна Я исхожу из логики того Что вы сказали Что слово еврей Имеет семантическую Как бы там Семантический смысл Глубинный Что ты Временно живешь На этой территории Которой тебе Бог так сказать Да Совершенно правильно На этой земле Все приходящее Все чем ты владеешь Это временно Даже деньги Ты можешь их положить В могилу Только Перенести в другой мир Не можешь Совершенно верно Да И соответственно Каждый человек Кто верит Что он Временно На этой земле Но Многие Обставляют Свою жизнь Так Даже те Кто называют Себя верующими Что Ну как-то Не очень верится Что они Странники То есть По сути Это глубинный смысл Он еще и глубже Да Андрей Да Совершенно верно Тут богатая символика Да То есть Можно В принципе Можно тут Как бы Философствовать Рассуждать И тогда Пировать Захочется Еще больше И Славить Всего Да Да Кстати Что значит Пировать В прямом смысле И тут Мы спросим Об этом Аллу Как люди Перуют Соответствующим Набором Напитков Как отмечать В общем Аллу Собираясь Потому что Славить Славить Всевышнего Мы Кто как может Да Андрей Как про напитки Сразу кали Значит Интересно Ну не только напитки А закуски Да Ну вообще На самом деле Конечно Как вам сказать Все праздники Они Подразумевают Пировать Выпивать Конечно Да Но Знаете Даже вот Меня удивляет То ли это Вот Я даже не знаю Ген какой-то Или что-то Даже наши Кировские Евреи Они могут Выпить Немножко Я не видела Ни одного Еврея Алкоголика На самом деле Или напившегося Очень сильно То есть Перовать Это Немножко Выпить Как-то так И хорошо Вкусно Поесть Скорее Вот так Вот У вас Это очень Ироническая Нет Я вспомнил Высказывание Амара Хайяма Который Говорит Не важно Что Сколько Да А важно С кем Вот С Амаром Хайямом Дело в том Он тоже еврей Думает Я не думаю Что он еврей Но Здесь Вы знаете Да Наверное С символикой У Амара Хайяма Знакомы Ну Говорите О чем Ну вот Например Выпивка В его Стихах Она символизирует Просто Отношение с Богом Конечно То есть Это не буквально Ну Не просто В радость С экоголиком Я просто в поддержку В поддержку Того Что Как бы Он написал Что Не важно Где Не важно С кем Не важно Сколько Как Там С какой Закуской Ну Я не помню Сейчас дословно Как бы Этот стих Вот А важно А важно С кем Важно С кем Ты То есть Можно ведь Кто Кто с тобой Рядом Важно Да Ну Что Вернемся В сукоту Возможно Какие традиционные Специальные блюда Именно на сукот Тут дело даже не в блюдах Вообще На самом деле Опять же Коротские евреи Для того Чтобы ощутить Всю прелесть сукота Мы уезжаем На пару дней в лес То есть Все таки шалаш Все таки шалаш Правда Мы живем не в шалаше Конечно же На турбазе Палат Ну или там Ну что вы Палат Ну в общем природа Главное что это природа Да Как временное пристанище Временное пристанище Какие-то такие Может быть немного Трудности определенные Да Мы уезжаем в лес На пару дней Готовим на костре Ну если есть желание Пожалуйста Нет Мы и на костре Тоже готовим Но честно скажу На турбазе Нас кормят в кафе Понятно Но на костре Мы тоже готовим И мы строим суку На самом деле Вот Мы строим суку Обязательно Украшаем И вот вся вот эта Наша группа товарищей Человек 50-60 Да Да Вы собираете ветки В лесу Мы собираем ветки Правда Вот последний раз Был очень интересный Когда я пыталась Нет Ветки в лесу Мы собрали Конечно Да Но На турбазе Оказалось Какое-то такое Полузаброшенное Футбольное поле Вот И когда я попросила Ребята Ну давайте хоть Столбы вкопаем Где ты видела Еврея с лопатой Вот стоят ворота Которыми никто Не пользуется А давайте-ка мы И это будет основание Для Субтитры И это стало основанием Для нашей суки Но за ветками в лес Мы таки сходили Сходили Это тоже неправильное Замещение В общем Уважаемые слушатели Если с 23 сентября По 30 сентября Вы пойдете в лес И увидите людей Которые собирают ветки Непонятно для чего Не пугайтесь И прикрывают Эти футбольные ворота Возможно это То это суккот Которые выехали на природу Сэкономить силы Здесь ничего неправильного Все таки Вот замещение Да Замещение Но мне довелось Быть на суккот В Израиле Мы были В Иерусалиме И вот Интересное зрелище Везде Эти палатки Вплоть до того Что на балконах Около домов Вот эти вот шалашики Правда конечно Люди обычно не живут Но считается Ну хотя бы Чтобы это было Да Символ Да Считается что неплохо Если ты можешь Туда еще Туристов пустить Тоже хорошо А вот ортодоксальные Как бы Вот те кто Они прямо вот Живут в шалашах Или нет все таки Или тоже замещают Ну большинство не живут Это чисто Символизм Действие Да Только символизм Ну понятно Ну все оценивает Всевышний Вот так незаметно У нас время Пролетело Нашей программы Еврейские праздники Сентября Андрей Можно вас попросить Все таки В инструменты Напоследок Получится Ну у нас уже Традиция складывается Потому что Надо В прошлый раз Надо Да Азиз Алич пробовал Но не получилось Ну тренироваться Ну тренироваться надо Да И так пожалуйста Тоже непрофессиональный трубач В честь еврейского Нового года Почувствовали да Что где-то там внутри Вот резонирует Внутрь пробивается Вот теперь я знаю Двух человек Которые умеют Вот видите А вы про одного говорили Вот Спасибо большое Спасибо что пришли к нам Алла Новикова Андрей Брезгин Ну что Будем дальше следить За календарем праздников Спасибо вам за приглашение Не последняя наша встреча Спасибо Всего доброго До свидания До свидания СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ СОЮЗ НЕРУЖИМЫЙ Продолжение следует...